Разбег Яснимое небо Между двумя берегами Прошлым и будущим где-то С высоты океана безбрежного Жизнь как будто ясна и проста И зовет, и волнует по-прежнему Высота, высота, высота Пожар в третьем двигателе Москва-посадка Москва-посадка Аэрус-1983 запрашивает аварийную посадку У нас отказ, у нас пожар в третьем Третий двигатель отключен Выравниваемся Земля, не слышу вас Командир без сознания Второй пилот тоже в дауне Кто за штурвалом? Пилот Сергей Васильев Ну понимаю, ладно мы Это наша работа А куда все эти люди несутся, а? Ну как куда, они же пассажиры Вот я и спрашиваю, если это пассажиры Куда они все летят, а? Чего им дома не сидится? Сейчас, Миша, я тебе все популярно объясню Ага Видишь ли, какое дело Если бы они все сидели дома То нам с тобой перестали бы платить заработную плату Узрела суть Это ты хочешь сказать, что они здесь все для того Чтобы нам так-таки и наконец Выплатили наши несчастные копейки Да-да, не гневи Бога Ну не такие уж и несчастные копейки Ну если конечно сравнивать Ну правильно, с докторами там, с учителями, с уборщицами Эх, Михалыч, где-то я эту историю уже слышу Угу Девушка, посмотрите, а? А что со мной? Со мной все хорошо, я себя отлично чувствую Ну, тут лететь-то три часа Ну… Девушка, не могу я вас пропустить Не положено, я лететь не три часа, а почти пять Ну как-то не положено, ну девушка Ну вы-то меня понимаете? Девушка, обратитесь к диспетчеру Ну пожалуйста, ну пропустите Ну я вас прошу, мне волноваться нельзя Вот, спокойненько сдайте билет и ступайте домой Нельзя вам летать в таком виде, нельзя Даже брюзжание старого еврея не испортит мне настроение Ага Миш, скажи мне пожалуйста Что у тебя перед полетом всегда вот настроение плохое, а? А вот насчет старого еврея мы с тобой еще поспорим Вот так Сколько лет мы с тобой знакомы, а? Михалыч Черт, мы с тобой уже такие старые Смотри, смотри, на наш рейс беременная Ммм, Кириленко не пропустит Кириленко? Пропустит Пойдем Можно вас на минуточку? Слышь мужик Ну долго мы еще будем Ну что вы себе позволяете? Ну ладно, хорошо, хорошо Светочка, пропусти ее в порядке исключения, а то ей действительно волноваться нельзя Ген, давление чего-то повышенное Сильно? Нет, конечно, в пределах нормы, но все равно Что, опять в семье проблемы? Нет, нет, все нормально Смотри, Генка Допускаю Счастливо До свидания Счастливо Привет Зоенька Так, опять без стука Зоенька Иди раздевайся до пояса Да перед тобой, Зоенька, хоть Спокойно Михаил Борисович, у вас-то как-то здоровьем? Знаете, Зоечка Федоровна, вот сегодня утром проснулся И вот здесь, вот в этом месте какие-то колики, вот что-то здесь жмет, жмет, вот так Больно Прошло потом? Да Быстро? Минут через пятнадцать А если честно, то минут через двадцать Угу, хорошо Все нормально у вас Я вас допускаю Да, Зоечка Федоровна, а померить давление там, температурку Да они у вас нормальные Да Идите вы допущены Спасибо Ну, Зоя, а мне раздеваться или нет? Подожди Игорь, я не могу допустить его до полета Зоя А что такое? То есть как? Зоя Ты что? Зоя Нет, не могу Зоя Понимаешь, вчера шумы в сердце, давление повышенное, я не могу допустить его до полета Зоенька, что ты, девочка моя, солнышко ты мое, мне летать-то осталось всего ничего Ну, к нам молодой парень пришел, Сергей, на мое место Был у меня твой парень, у него-то все как раз нормально, как часы Давно? Ну, час где-то Куда пошел? В самолет пошел осмотреться, кажется Зоя, я тебя умоляю, а, здоров как бы, ну Зоя, ну а все-таки какие-то, ну, ай, ну будь же ты человек Подожди меня там Угу, удачи Зоя Не проси, Миша Ну ты чего? Ты чего? Миша, даже не уговаривай меня, я врач, я на работе, я беспокоюсь о твоем здоровье, Миша Вот, 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 я тебе сейчас покажу Миша Я тебе сейчас покажу, какое у меня здоровье Миша Ну, Миша Ну, Миша Миша, ну, что ты делаешь, я на работе, ну, ходит, Миша, ну, ходит Миша Миша Ну, блин, как елки дает-то? Штурвал на себя Сели Малый газ Реверс Спойлеры Тормозим Тормозим Вот так вот Вот так вот Ух Хорошая работа Шасси Шасси забыл выпустить Смотри, смотри, рычаг катапульты ищет К сожалению, на пассажирских катапульт не предусмотрен Вы попал-то, а И парашюты не дают Да и я уже пришел в сознание, могу сам порулить Ты скажи, а ты не возражаешь Спасибо Эй, 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 Серега, ты куда собрался? А ну давай поднимайся, взлетать скоро Марусь, вот так ты встречаешь гостей Добро, добро пожаловать на борт Сергей Вы куда нашего стажёра послали, а? Лучше бы чаем угостили. Михалыч, не бурчи. А ты сам-то из комы вышел, а? Чего? Все нормально, все нормально, все хорошо. Чего вы? Как вам парень-то? Не знаю. Не знаю, чудной он какой-то. Почему чудной? Нормальный парень. И летчик от Бога. Что-то не похоже, раз так лажается-то. Где ты его нашел-то? Я у него в училище инструктором был, а потом случайно в поезде встретил, когда я в Ростов ехал к племяннику. Его полк расформировали и... На вокзале подобрал. А почему и-то подобрал? Тебе, выходит, я тоже подобрал, когда из испытателей списали? Ничего ведь, летаешь, причем первым. А я вторым бы и не сел, твоя идея была. Конечно, не сел бы. Идея-то моя, потому что у меня мозги-то ведь есть. Сколько мне еще летать-то осталось, а? А что, Михалыч, есть проблема? Рекомендую потрясающее импортное средство. Называется «Виагра». Борисович плохого не посоветует. Это я тебе точно говорю. Пожалуйста, добро пожаловать. Здравствуйте. А, 8А. Здравствуйте, меня Марусь зовут. Здравствуйте. А я Сергей. Знаю, Сергей Василий, второй пилот. Добро пожаловать. Здравствуйте. Скоро я сяду на землю и хотел бы, чтобы Серега занял мое место. Он был, он был один из лучших, если не лучшим в выпуске. Я ему доверяю. Ну, посмотрим. А что смотреть? Ты видела этих, которые из гражданских училищ приходят? Их же за штурвал-то пускать страшно. На тренажерах налета никакого. Стариков брать на год, на два. Кто нас-то заменит? Ты что, уже и меня менять собрался, да? Сколько ты еще решил в этом кресле просидеть? Ну, это... Три года назад я тоже так думал. А теперь вот без Виагры на борт не пускают. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Коньячку принесите, пожалуйста. Напитки вам будут предложены, как только мы наберем высоту. Не, ну, я сейчас хочу. Такое бы правило, извините. Михалыч, поди сюда. Слышь, Михалыч, здравствуйте. Ты помнишь ту беременную даму на регистрации, которой договорились, что Кириленко не пропустит? Здравствуйте, да, ну и что? Так вот, только что эта дама предстала перед глазами изумленной публики. Вот зараза, а! Так, где Кириленко? Утро постоит. Михалыч, ты куда? Ее все равно уже не снимут с рейса, потому что она прошла регистрацию. Да, ну, Михалыч, все давно уплочено. Наташка, привет. Здорово. Новенького нашего видела? Так, мельком, а что? Ты такой прикол пропустила. В общем, поднимаемся ему на борт. Павка, Биржицкая, Генка и я. Значит, заходим. А это, значит, сидит у штурвала и говорит, второй пилот Сергей Васильев сажает в самолет. Представляешь себе? Значит, первый пилот у него валяется под сиденьем. Да как? Вот так вот. У Павки лицо тоже выделано. Второй пилот у него тоже в отключке. В общем, все умерли. Весь борт умер. Представляешь? Нет, бак пробит, хвост горит. Ну, а второй пилот Сергей Васильев героически сажает в самолет. Ну, а второй пилот у него. Пу-у-у-у-у. Москва, руление, Аэрус-1983. Разрешите запуск. Аэрус-1983, Москва, руление. Запуск разрешаю. Бортинженеру запустить двигатели. Двигатели попарно. Один, два, три, четыре. Двигатели запущены. Аэрус-1983. Разрешите предварительный. Аэрус-1983. Предварительно разрешаю. Взлетная 128. Вправо по третий, к первой. Быстро предварительно, да. Не каркай. Аэрус-1983. Понял вас. Взлетная 128. Вправо по третий, к первой. Аэрус-1983. Остановитесь перед третьей. Пропустите 737-й. Накаркал. 1983. Вас понял. Стою перед третьей. Пропускаю 737-го. Простегните ремень, пожалуйста. Простегните ремень, пожалуйста. А, простегните ремень, пожалуйста. И столики уберите. Да ты расти. Да ладно вам. Неужели это поможет, если что? Чему бы эти того не миновать? Ну, не в космос же летим, барышни. Ну, да, конечно. Как хотите. А чё это вы так быстро согласились? Вы знаете, у нас самолет битком и такой перегруз. Пристегните, пожалуйста. Девятнадцать восемьдесят три. Семьсот тридцать седьмого пропустил. Девятнадцать восемьдесят три. Продолжайте предварительный. Вот. Ничего не накаркал. Бортинженер к пульту. Есть. Девятнадцать восемьдесят три. Я на предварительном. Девятнадцать восемьдесят три. Работайте со стартом. Сто двадцать один, запятая ноль. Девятнадцать восемьдесят три. Понял вас. Работаем со стартом. Сто двадцать один, запятая ноль. Москва старт. Аэрус девятнадцать восемьдесят три. Я на предварительном. Разрешите исполнительный. Аэрус девятнадцать восемьдесят три. Москва старт. Исполнительный запрещаю. Ждите на предварительном. Кинокаркал. А почему посторонний в кабине? Кто здесь посторонний? Ну, какой же он посторонний? Познакомиться надо по-людски. Во время старта посторонний… Серёга, займи место в бизнес-классе. Когда взлетим, познакомимся. Аэрус-1983, Москва, старт. Взлётный 128. 1983, к взлёту готов. Аэрус-1983, взлёт разрешаю. Двигатели на взлётной. Двигатели на взлётном. Параметры в норме. Не на карком, помолчи. Взлетаем. Молодой человек. Та девушка. Молодой человек, вы только спину кресла не откидывайте, хорошо? Хорошо, хорошо. А то в нас раздавите. Хорошо. Нет, ну можно не толкаться-то, а? А я не толкаюсь. А вы что, не видите, в каком положении? А вы что, не видите, в каком положении я? Вы будете мне тут со своим животом, да? Вот с таким животом надо два билета брать и поперёк лететь. Сразу видно, что своих детей у вас нет. Ага. Такие детей делать ещё не научились. Правда, милые. А чёрт, ветер встречный сильный. Опоздаем и горючки пожжём. Надо подняться повыше, Игорь. Попробуй договориться с Владимирским РЦ. У тебя это хорошо получается. Попробую. Ну что, баба-то беременная не родила ещё? Да нет, слава богу. Я сейчас накаркаю. Да не накаркаю. Айрус-1983, Москва-контроль. Уходим от вас. Всего доброго. Айрус-1983, удачи. Работайте с Владимир-контроль на один, три, два, запятая два. Дамы и господа, командир включил табло, пристегните ремни. Мы просим вас выключить все электронные приборы, убрать откидной столик, привести спинку кресла в вертикальное положение, открыть шторку на иллюминаторе и туго пристегнуть привязну. Что-то случилось? Ничего. Мы что, падаем? Да нет, летим. Куда? Ну, куда? Куда? Вперёд! У вас всё в порядке? Подойдите, пожалуйста. Сынок, не помог бы ты бортпроводникам, а? А лихость твою мы ещё успеем отсоединить. Полёт у нас длинный. Серёг, да и вправду, а? Помоги, у нас пол экипажа гриппом покосило. На битком набитый самолёт всего лишь четыре бортпроводника. Владимир, контроль. Айрус, девятнадцать восемьдесят три. Со встречным разошёлся. Разрешите десять сто. Девятнадцать восемьдесят три. Десять сто. Разрешаю. Девятнадцать восемьдесят три. Понял вас. Попросили вам помочь. Ну, чего? Пойдите, помогите в эконом-классе. В бизнесе сегодня людей немного. Серёга, давай ты в тот проход, а я здесь. Угу. Боже мой. Сам второй пилот Сергей Васильев пришёл на помощь. Ну, что ж, помогайте. Для начала нужно выучить лёгкую скороговорку. Мясо, рыба, курица. Мясо, рыба, курица. Замечательно. Ну, а дальше как при посадке горящего самолёта. Прошу. Ой, аккуратней, аккуратней. Что ж вы так? Игорь, ты чего на Серёгу-то взъелся? А что ты взял, что я на него взъелся? Что он мне, родной, что ли? Пришёл и пришёл. Михалыч прав. Парень первый день на работе, а ты как с цепи сорвался. Старшему бортпроводнику пройти в кабину. Ну, поребячился чуть-чуть. Молодой он ещё. А ты как-то всё слишком серьёз воспринял. Что там этот новенький делает? Работает. Нам помогает во втором салоне. Справляется. Ну, когда закончит, пускай зайдёт в кабину. Хорошо. Женщина, я вас только прошу, вы со своим животом поосторожнее. А то знаете, сколько вот эти брюки стоят? Ой, ну извините, что ваши брюки меня не интересуют. Не нравится – пересядьте. А почему это я должен пересаживаться? Вот вам не нравится – вы и пересаживайтесь. Пересадите её. И вообще, должны же тут быть специальные места для беременных и прочих инвалидов. Я сейчас из тебя инвалида сделаю. Слышь? Вы не лезьте и не хамите. Я вообще не с вами разговариваю. Чё? Ну как вам не стыдно? Ну как вы разговариваете с беременными, а? А нечего беременным в самолёте делать. Дома надо сидеть, морковку кушать. Международная ассоциация авиаперевозчиков просит вас оставаться на местах для полной остановки самолёта. Не вопрос. Тем более, что наш полёт скоро закончится. Извините, надеюсь, ваши брюки не пострадали. Это Версачи? Нет, это Мюглер. Последняя коллекция. Боже мой, Мюглер. Как я могла перепутать? А вы не могли бы сказать, где вы их купили? В Лондоне. В Лондоне. Боже мой, как мне повезло. Мы скоро туда летим. Адресок не подскажете? Только я к вам чуть позже подойду, хорошо? Только обед раздам. А вам, наверное, ещё воды. Вам тоже повезло. Воду вам принесёт сам второй пилот Сергей Васильев. У нас сегодня улучшено обслуживание и работу в бортпроводников выполняют великие люди. Подождите. Если вот это пилот, кто сейчас рулит самолётом? Вам что налить? Ну, напиток какой-нибудь. Здорово у тебя это получилось. Ты про что? Я про вот этих. А, про это. Да ерунда. Они просто летать боятся. Вот им моя помощь-то и нужна. И что, часто такое бывает? Не часто, но бывает. Я уж думал, придётся. Да ты что, сама сошёл, Серёг? Они вон такие бешеные деньги платят. Это точно не для того, чтобы их вон мутузили. Пожалуйста. Зайтище. А, ты куда-куда пошёл? Пойдём, пойдём, она сама, сама справится. Я же тебе сказала, Серёж. Ну, выдай её. Ничего себе. Я вам нравлюсь. А вы мне не очень. Но если вы заправите галстук и будете держать при себе руки, то может быть я… Ну и что тогда? Я обращу на вас особое внимание. А, раз так, тогда ещё коньячку. Хорошо. Но я не очень люблю пьяных мужчин и тех, от которых разит перегарма. А, тогда коньячку и жвачки. Вас что, это ему специально учат? Нет. Не специально. Так, интуиция. Не противно. Ещё как противно. Знаешь, какие уроды летают вон. Юбки специально облегающие носим, чтобы не схватить было. Помогает? Нет. Они под юбки лезут вон, синяки остаются. Колготы рвут, посмотри. Синьки, он все колготы, понимаешь? Сергей вас в кабину зовут. Спасибо, что пытались помочь, но… Да, мне уже всё объяснили. Но всё равно спасибо. И детей не пух. Можно? Можно? Да, пожалуйста. Где же стёрок Десса? Как должен. О, какой у вас животик-то большой. Двойню, наверное, ждёте? Нет. Мальчик, девочка? Говорят, девочка. А-а-а. А у меня две девочки. Сейчас покажу. Вот. Угу. Это такое счастье, когда родится такой вот Пуся. Вы знаете, ручки крошечные, ножки крошечные, губки крошечные. Ну, такие вот… Может, вам мятную конфетку дать? Да. Освежает. Спасибо. Да. А, сынок, заходи. Садись на моё место. Командир, я пойду посмотрю, что в салоне делается. Меня зовут Игорь Николаевич Волохов. Я командир этого судна и экипажа. Михаил Михайлович, вы знаете. Штурман тоже Михаил, только Борисыч. Бортинженер Геннадий Сопронов. Теперь хотелось бы послушать вас. Васильев Сергей. Направлен к вам на должность второго пилота. Окончил высшее военно-воздушное училище. Стажировался на МИГ-29 под руководством полковника. Михаил Михайлович. Потом был направлен в полк истребительной авиации под Кандалакши. Правда, ни одного истребителя, пригодного к полётам, там не было. Что ж это за полк-то такой? Забытый. Ну и на чём же вы летали? На чём только не летал. На Ан-24, на Ил-76. Почти полтора года летал вторым пилотом. Вот, а я так смотрю на него, а он так шёст в салон. И типа незаметненько так, знаешь. А я думаю, ну дай посмотрю. Я выглядываю, ну точно! Я заглядываю, а он, значит, идёт по салону. Крылья расправил. Представляешь себе, смотри, смотри. Крылья расправил, плечи расправил. Идёт, так знаешь, идёт, как к обои, как к обои гнидой лошади. Марусь, тебе бы в цирке работать. Да ладно, ладно, Наташа, я смотрю на него и думаю, блин, порвёт он сейчас твоего пассажира, как тучик реку. А чё это моего? Если хочешь, забери его себе. А я думаю, я на него, знаешь, так, так, сам его схватила и повисла, и везю, я ножками упираюсь, ножки скользят, а я везю. А он даже не заметил, представляешь, у него рука, вот рука под пиджаком, представляешь, как железо, представляешь, слушай. И думаю, он сейчас как по морде, как хрященет. Слушай, вот у него кулак, вот как пол моей головы. Да, видимо, и мозгов столько же. Хотя, ты знаешь, нет, парень он, по-моему, неплохой, только неотёсанный немного, а так очень даже симпатичный. Точно, слушай, неотёсанный он, Наташка, неотёсанный, потому что как что сразу в драку лезет, вот. Конечно, ты его же так достала. Чё это я-то? Ты знаешь, Генке доставалось намного меньше, когда он к нам пришёл. Видимо, наш стажёр тебе пришёл всё по вкусу. Наш стажёр по вкусу. Чё это наш-то? Пусть сама себе его забери. А я подумаю. Вот когда я беременная была, мне муж приносил всё, что угодно. Рыбку красную, икорочку красную, воблу красную, ой, воблу. И всегда говорил. Тебе, наверное, очень солёненького хочется. А я ни в какую. А вы знаете, чего больше всего мне хотелось на свете? Чего? Холодца. Господи, да вы бы помолчали, меня от вашего холодца чуть не стошнило. А её вот сейчас точно вырвет. Ой. Извините, но мне кажется, вы заняли моё место. Вы уверены? Да. Это правда? Угу. А куда это я шла? Ах, да. А я могу вам чем-то помочь? А можно мне ещё немножко воды? И если можно сделать, чуть-чуть попрохладней в салоне. Вы знаете, в салоне и так нормальная температура, 22 градуса. А вам воды со льдом? Да. Простите, с вами точно всё в порядке? Да, всё хорошо. А сонок-то у нас с богатым приданным, а? В смысле, опытом. Какой налёт? 1200 часов. Второй пилот. Взять управление. Курс 0,54. Высота 10-100. Управление взял. Перехожу на ручное. Отставить. Командир, прости засранца на каркал. Что, новосип не принимают? Нет, там беременная баба рожать собирается. Не могу больше! Мама, она что? Она правда сейчас здесь родится? Не надо воды! Поворачивайте, я вас умоляю! Поворачивайте самолёт! Я пойду освобождать место в первом салоне. Ты займись пассажирами. Поворачивайте скорей! Попейте, попейте воды! Скорей, поворачивайте самолёт! Я вас умоляю! Сейчас, все в порядке. Да я такие бабки заплатил за ваш этот долбанный бизнес-класс. А вы меня хотите в эту конюшню пересадить? Простите, но у нас там рожает женщина. Ну и пусть все рожает. Я-то тут при чём? Мы здесь готовим место. Вам будет тут неудобно. Значит, не здесь. Хорошо. Меня опять прислали вам помочь. Вот мужчина не хочет уходить в эконом-класс. Видите ли, у нас возникла большая проблема. Ну, это же ваша проблема, ну… Ну, поймите же… Ну, чего вы мне рассказываете? Серёг, это не тот случай. Понял. Подъём! Ладно, 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 ладно. Так бы сразу и сказал. Терминат. Прошу вас. Я не могу! Я сейчас! Вопрос сказал! Не надо! Сама! Я сама могу идти! А-а-а! А-а-а! Куда? А-а-а! 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 Надо же какой-то живописный. Господи, ну… Удушу Кириленко вот этими собственными руками! А сейчас что делать? Во-первых, надо сообщить на землю. Михалыч, сообщи в РЦ! Гена! А-а-а! У тебя ж двое детей! И что? Ну, как что? Ты должен уметь… Что уметь? Я их с роддома забирал. Правильно, уже упакованными, перевязанными. Михалыч! Что? Ну… Да ты чего, Игорь? У меня младший, и тот уже летает. Стюардессы учат родопринимателей. Ну, ты представь себе, Наталью или тем более Марусю в роли акушерок. Второй пилот Васильев. Я? Помогите портпроводницам с этими… с родами. Я? Ну, не я же! Да я ж не это. А тут никто не это! Есть. Уважаемые товарищи пассажиры, у нас на борту рожает женщина. Нет ли среди вас врача? Врача… Хотя бы зубного? Или ветеринара? Ну… Нет. Ну, чего? Ну что, придет самим? Наташа, из нас троих рожала только ты. Ну и что? У меня мозгов хватило сделать это в роддоме. Ребят, вы что, я крови боюсь. Я… я не смогу, вы что? Так, подождите. Во-первых, нужна горячая вода. Ага. Я сейчас принесу, держи. Не подожди, ты-то не меня. Серега, ты молодец. Я? Ну, а кто? Ага. Ага. Тихо-тихо-тихо. 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 Успокойтесь, все хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что там происходит-то? Хочешь посмотреть? Нет. Сколько осталось? Два сорок. Ой. Может, поднажмем? Куда поднажмем? У нас и так ноль восемьдесят два. Движки насилуем. Может, сядем где-нибудь? И бабу с воздухом. Где сядем? На поляне? Мы же не на кукурузнике. Ну, что там, Ген? Слушайте, новенький Васильев — герой. О, молодец. Сволочь. Это же он меня домой направил. И знал, что могу родить. Не любит он меня. Любит, не волнуйтесь. Любит. Нет. Нет. Гад-то, гад. Сволочь он. Он же гад цветы дарил. В кино водил. Гад. Москву обещал. Поверила, дура. А как залетела, так не нужна стала. Гад, гад, гад! Самолет развернули уже, да? Скоро сядем. Надо позвонить ему. Сообщить этому гаду, чтобы встретил. Сообщим, сообщим. Только уже из Новосибирска. Точку возврата давно прошли. В ближайшие два часа сесть будет негде. Так самолет не развернули? Ну, конечно, нет. Точку возврата уже прошли. Э-э-э-э. Э-э, вы куда? Ой, дура я, дура. Ненавижу! Ну! Каши, бурляки, все! Ну, что там? Ложная тревога. В смысле? Симулянтка. Ее, типа, мужик бросил, отправил домой рожать, в новосиб. Так она думала, мы сейчас самолет развернем. Зачем? А чтоб ее мужик встретил на белом коне и с букетом цветов. И чтоб в оркестре был мужик с большим барабаном и с медным тазом. Вы дура! Ну, хоть бы я не накаркал? А ты помолчи, помолчи. Молчу. Ну, какая ж дура! Сергей Васильев, спасибо. Займите место в первом салоне. Есть. Ну, какая ж дура! Все. Все. Все, падаем. Да. Валер, ты че? Крыло отваливается. Ты гонишь. Господи, ну, заткните уже кто-нибудь, и он не на нервы действует. Рот закрой, вообще. Сейчас обгадится скотина. Валер! Все мужики скоты. Трусливые. Ты тоже, вообще. Валерке плохо. Валер! Валера! Что с ним? Валерка! Что с ним? Валерка! Ну, что? Пульса нет. Маруся, тащи аптечку. И не дышит. Что там за бупли опять? Да, мужику хреново стало. Что с ним? Не знаю. Похоже сердце. Тьфу ты! Что ж за рейс такой? То понос, то золотуха. Ты скорой в Новосибии отбой дал, да? Вызывай обратно. Сколько прошло? Почти три минуты. А, вспомнил. Мне Валерка говорил, Лёлик, сердце болит. Если плохо, укол, прям в сердце. Пусть есть. Очень слабый. Ты предлагаешь? А что остается, если он сам сказал? Сказал. Готовь шприц. Угу. Держи. Он задышал вроде. Может, тогда не надо? Надо? Валерка сказал. Едва-едва дышит. Может, опять выключится. Штурман, долго еще? Снижение через сорок минут. Когда же этот дурдом кончится? Давай. Я не могу. Давайте я. Давайте, давайте, давайте! Дайте мне шприц, дайте! Я ему сейчас этому гаду! Дайте! Я ему сейчас самое сердце! По самому рукоятку! Тихо! Успокойтесь! Женщина, сядьте! Успокойтесь! Тихо-тихо! Господи! Успокойтесь! Ну, что вы стоите, а? А что я-то? Я, между прочим, вообще тут ни при чем. Зом! Валера! Держись! Помнил! Это не Валерка про укол сказал! Что? Пашка! Все, сажаем этого зомби. Пульс есть, дыхание есть, долетит. Снижение через пять минут. Садись, Гена, начинаем предпосадочную. Есть. Управление слева, контроль справа. Ну, что там? Лучше бы ты не спрашивал. Справится? Ну, Серега может и справится. Серега? Мои штаны. Нет, то воду ведрами она пила, а теперь вон, лужу развела. Отстаньте от меня со своими брюками. Плохо мне. Где стюардесса? Что случилось? Плохо мне. Можно? Можно мне еще воды? У нее вон целая лужа под ногами. Куда тебе еще воды? Сейчас вам принесут воду, а я вернусь через минуту. Ребята, там женщина рожает. Отнесите ей воды. Что, опять? Теперь уже по-настоящему. Наташа, ты уверена? У нее воды отошли. Помоги. Час от часу не легче, а? Фу. Айрус, девятнадцать восемьдесят три. Новосиб, подход. Ответьте. Айрус, девятнадцать восемьдесят три. Новосиб, подход. Скорую вернули. Все в порядке. Девятнадцать восемьдесят три. Подгоняйте еще одну. Еще кто-то рожает? Нет, мужику плохо, видимо, с сердцем. Прошу выход к третьему и заход правым на двести пятнадцать. Девятнадцать восемьдесят три. Что пили-то? Ничего такого. Коньячок. Не польеный часом? Обижаете-то, доктор. Лекарства принимали какие-то? Валерка говорил, летать боится. Ел он какие-то колеса перед вылетом. Вот. Две штуки или вторая упаковка? Он же не татарчок, летать боится и все. Китайский терпи мизин. С коньячком тот еще коктейльчик. Так его колеса расколбасило. Что кололи? Адреналин в сердце. Он бы помер иначе. У него пульс почти не было и дышал еле-еле. Да. Только не помер бы он. Доза маленькая. Да, доктор, а что с ним будет? Да ничего не борется. Поспит. Проспится. Утром головка бубо. Может быть, соль. Так вы что, вы его не заберете, что ли? Мы приехали-то зараженицей. Ну, не в роддом же его везти. А Серега-то молодец. Молодец. Да не то слово, мы бы без Сереги вообще ничего не сделали. От лица экипажа и от себя лично благодарность. Не за что. Ваша родила мальчика. Да ты что, здоровенький? Еще какой. Будем надеяться, пилотом будет. Правильно. Я же тебе говорил, мировой парень. Во всем положиться можно. Это ты о ком говоришь сейчас? А ты о ком? Вот и поговорили.